Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про биткоин и тералуну. К сожалению, индекс страха и жадности на криптовалютном рынке бьет антирекорды. Что же происходит с биткоином и терой? Кажется, биткоин нашел дно, а в тере одновременно слышны и хорошие, и плохие новости. К примеру, оказалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США уже готовит иск против USD. Давай поговорим об этом более подробно. И если тебе интересны такие темы, если ты хочешь видеть больше видео про криптовалюту и все, что происходит в мире финансов и экономики, почему бы не подписаться на канал и не поставить лайк под это видео? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Вчера индекс страха и жадности падал до 10 пунктов, а немного позже, сегодня, даже до 9. Экстремальнее страха не было почти никогда. Я помню только один раз за последние 4 года, когда страх был на отметке в 8 пунктов. В основном даже в самые максимальные проливы биткоина этот индекс падал до 10 пунктов, откуда уже и начинались отскоки. Обычно это хорошая точка разворота для биткоина. И если мы посмотрим на все эти точки, когда индекс страха был возле десятки, биткоин обычно уже достигал своего дна в этот момент. Но есть еще хорошие новости для биткоина, показывающие, что несмотря на падение криптовалютного рынка, он остается фундаментально сильным. Вот один из таких примеров. Сложность сети биткоина находится на историческом пике. Это означает, что безопасность биткоина также беспрецедентная, а майнеры продолжают манить и не капитулируют, несмотря на падение курса. Более того, лишь немногие из них продают, а большинство старается сохранить свои монеты. Так, например, количество неактивных монет биткоина, которым не больше года, находится на своих исторических низах за последние 5 лет. Это значит, что количество холдеров, которые за последний год купили и держат биткоин, находится на историческом пике. Годовые холдеры, как мы видим, не продают. Интересная ситуация с китами на бирже Bitfinex. Посмотри на этот график, а именно на синий график. Они рекордно наоткрывали лонговых позиций. Мы наблюдаем очень резкий параболический взлет этих лонгов. И мы видим на этом графике, что в крайний раз пик лонговых позиций китов на Bitfinex обозначился перед ростом цены биткоина вот здесь. Это оранжевый график. И такого пика лонгов на Bitfinex, как сейчас, мы не видели уже больше двух лет. Интересный анализ биткоина я нашел от Вашегории. Он проанализировал несколько ситуаций в прошлом и сейчас. Оказывается, что в каждом цикле биткоин падал на 89% от нового пика по сравнению с предыдущим пиком. И сейчас, как мы видим, в 2022 году, после крайнего, жесточайшего падения до 25 тысяч долларов, биткоин и падал на 89%, точно так же, как в прошлом и позапрошлом циклах. Это, конечно, не финансовый совет, но очень интересное наблюдение, исходя из которого, кажется, биткоин уже достигал своего дна. Итак, индекс страха и жадности рекордно плох. Это даже не то, что экстремальный, а экстремальнейший страх. Но биткоин силен как никогда, как сеть. Холдеры не сдаются, майнеры не капитулируют. Поэтому я уверен, что мы пройдем через это, и биткоин тоже пройдет через это. А теперь я хочу перейти к Terra Luna и начну с хорошего, а закончу, к сожалению, плохим. На самом деле, вокруг Луны в последнее время очень много новостей. Неудивительно, почему. Итак, Binance оказался первой биржей, которая снова запустила торговлю Луной. Но сегодня стало известно, что еще одна крупнейшая биржа, KuCoin, также перезапускает торги Луной. Теперь депозиты и выводы токенов Terra Luna снова доступны для пользователей. Но есть еще кое-что интересное, о чем объявляют другие биржи. Например, Crypto.com, известная крупнейшая биржа. Она объявляет о том, что разблокирует пользователей, которые из-за глюка на бирже заработали на ошибочных сделках с Terra Luna огромные прибыли в 30-40 иксов. Кстати, сами сделки биржа также отменят. Дело в том, что из-за стремительного падения курса Terra Luna система Crypto.com отображала какие-то неправильные курсы, из-за чего пользователи смогли умножить свои депозиты в 30-40 раз. Но теперь биржа хочет отменить и эти сделки и вернуть всю незаконную прибыль своих пользователей. Я не очень понимаю, как они это хотят сделать, если люди уже вывели эти прибыли с биржи. Надеюсь, что они не будут забирать эти деньги из новых депозитов этих пользователей. Даквон, создатель Terra Luna, опубликовал целую серию твитов о том, как ему сейчас непросто. Как же его жалко, он же долларовый миллиардер. Он сказал, что он просто стремился создать децентрализованные деньги и что он не продал ни одного токена Луны во время этого кризиса. Также он снова рассказал о своем плане восстановления Terra Luna. И да, он хочет таки сделать Форк, Снэпшот и Ардроп. На что генеральный директор Бинанса поделился своим видением ситуации и как спасти Луну. Он сказал, что план спасения Даквона не сработает. Форк не даст новой монете Луна 2.0 какой-либо стоимости. Также Сизет сказал, что уменьшение предложения Terra Luna должно произойти через сжигание токенов, а не Форк. Форк фактически оставит вне системы Теры всех тех, кто пытался спасти ее монету. Также Сизет отверг все предположения, что он инвестировал в Terra Luna. Он сказал, что у него нет ни Луны, ни USD, так же как и у Бинанса. Короче говоря, Бинанс не инвестировал в Terra Luna. Хотя об этом слухи ходили. Я посчитал тут немного. Terra Luna инфляцировала 18 тысяч раз во время этого краха. И сейчас ее предложение составляет 6,5 триллионов монет. Это огромная цифра. Но может быть тебе станет легче, ведь у Шибаины 550 триллионов монет предложение. И ничего, как-то живет. Кроме этого, Terra может скопировать опыт эфириума и ввести похожий механизм сжигания монет. Правда, придется пожертвовать привязкой токена USD к доллару. Да и вообще похоже, что для спасения Terra Luna и вовсе придется отвязать Луну от USD и USD от Луны. А теперь я хочу поговорить о плохом для Terra Luna. Пока что об этом официально не объявлено, но похоже, Terra ожидает ряд судебных разбирательств. И самое главное, будет таким же, как у Ripple XRP. Дело в том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США уже подает в суд на Terra из-за ситуации с USD. Хотя официально об этом еще не объявлено. Судебные тяжбы Ripple XRP перекинутся и на Terra Luna. 14 мая Terra опубликовала пост, в котором пообещала, что еще не все потеряно. Под ним собралось множество комментариев, в которых люди жаловались, что потеряли сбережения чуть ли не всей жизни. Неудивительно, что в полицию Сингапура прямо сейчас начали подавать заявления, и множество людей уже это сделали. Учитывая, что из-за падения USD и Луны деньги также потеряли и долларовые миллионеры, и даже миллиардеры, Мы можем ожидать громких судебных исков по отношению к создателю Доквону, который, кстати, до сих пор остается долларовым миллиардером. Обращение в полицию и в суды, судя по всему, также приобретет массовый и коллективный характер, так как пострадавших очень-очень много. Кто-то даже предлагает конфисковать все миллиарды Доквона в качестве компенсации. Но самый главный иск, это, конечно же, потенциальный иск комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC. И хотя раньше комиссия не рассматривала USD как ценную бумагу, последние события могут изменить их позицию. Стейблкоин, который резко теряет свою привязку к доллару, может также потерять и претензии на то, что он не основан на ожидании третьей стороны создания возможности для прибыли инвесторов, что уже присуще для ценной бумаги. Кто-то, например, тот же Justin Sun, Genesis Trading и Celsius вполне могли заработать на волатильности стейблкоина USD, чего в принципе не должно быть и что в принципе присуще ценной бумаге. Также комиссию привлек внимание протокол Anker, который использовался для стейкинга USD с обещанием прибыли 20% в год. Огня добавляют и нечеловеческие усилия Luna Foundation по вливанию нового капитала для сохранения паритета доллара США и USD. Короче говоря, простыми словами, у SEC есть все основания изменить свое мнение и начать относиться к USD как к ценной бумаге. А значит, иск, как и против Ripple XRP, кажется практически на столе. И два бывших юриста комиссии по ценным бумагам и биржам США уже говорят о том, что SEC, вероятно, начала расследование по делу USD, Terra Luna и Terra Foundation. В случае с Ripple, как мы помним, открытие дела привело к резкому падению курса, большим сомнением инвесторов и длительным давлением на дальнейший рост курса XRP, который так и не смог пока что восстановиться. Как мы видим, Terra Luna ожидает еще и такая же судебная история, как у Ripple XRP. Посмотрим, как они с ней справятся. Ой, как тяжело им сейчас. Ой, тяжело. А будет еще труднее. На этом все. Меня зовут Богатейши Ди. Надеюсь, видео было для тебя интересным и полезным. И если это так, подписывайся на канал. Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok